За этими воротами ежедневно трудятся почти 200 человек. Монтажники, слесари, грузчики, резчики, сварщики. Компания «Совокрим» – кормилица и людей, и зверей. А именно здесь выпускают машины для производства комбикорма, мельницы и оборудование для обработки муки, элеваторы для хранения зерна. Конструкторский отдел – мозг предприятия, место, где рождаются идеи. Сергей Владимирович работает заместителем главного конструктора. Его задача – продумать каждую деталь и реализовать ее в чертеже, а еще не испортить глаза за компьютером. Соблюдаем режим работы за компьютером. Перерыв через каждые 50 минут. Компьютеры с щадящими мониторами и обязательно хорошее освещение. Труд не должен вредить здоровью. В цехе, где эскизы оживают, это особенно важно, ведь там и искры, и лазерные лучи, и непрерывно работающие машины. То есть все автоматизировано. Александр Иванович работает слесарем-сварщиком уже много лет. Инструктаж по технике безопасности он проходит ежегодно и знает, что самое важное – быть правильно одетым. Одевается головной убор, куртка, брюки, ботинки, рукавицы. Фартук вот можно одеть, чтобы защищиться от этого. Ну и открытые места, чтобы не было от ожогов. Одежда на брезентовой основе и защита для глаз – главные помощники. Без такого обмундирования на сварку даже глядеть нельзя. Не то, что работать с ней. А для Валерия Рафаэловича, который работает в покрасочной камере, важный элемент – специальная маска, позволяющая не дышать краской. Ну, для меня не вредно. Я считаю, если я одеваю маску и соблюдаю правила техники безопасности, это считается не вредно. А если это все не соблюдать, то будет вредно. Соблюдать технику безопасности важно каждому сотруднику. А директору необходимо делать все, чтобы улучшить условия труда. На предприятии этому уделяется много внимания. Так, в покрасочной камере установлена водяная вытяжка. Вода, которая очищает воздух, течет прямо под ногами. Также вот все эти осадочные, там все проходит через водяную завесу. Запаха нет, нормально. Установлено и необходимое оборудование пожаротушения. Ежегодно здесь делают замеры загрязненности, освещенности. Сотрудники раз в год проходят медицинский контроль. И вредники, те, кто работает с вредным производством, обследуются даже чаще. Руководство компании гарантирует, что и остальным жителям производство вреда не наносит. Замерение микроклимата, условия работы в помещениях. Потом, как говорится, не пылим ли мы на окружающую среду, уже как предприятие у нас проводит Роспотребнадзор эту работу. Мы их вызываем два раза в год, они у нас производят замеры. В этом году компания «Совокрим» участвовала в областном конкурсе в номинации «Лучшая организация работ в сфере охраны труда среди предприятий по производству машин и оборудования и заняла второе место из 41 компании. Юлия Естегнеева, Сергей Денисов, Светлана Климова, Ивантийское телевидение.